Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Сегодня гость нашего эфира Михаил Рахлин, известный специалист в области дзюдо в России, но и не только в России, во всем мире. И мы говорим сегодня о таком событии, как, ну, немножко предшествуем о открытии школы спорта имени Анатолия Рахлина. И, конечно же, я думаю, что многим адептам дзюдо и вообще спорта в России, но не только, наверное, в России, будет интересно узнать, как вообще все это происходило, истоки, почему вдруг решено было создать вот такую большую школу. Такая информация будет полезна многим. И ввиду того, что опыт ваш, как человека, который прошел вот эти вот пути для того, чтобы реализовать, ну, наверное, одну из самых, ну, таких важных мечт, которые, наверное, вы внутри себя как-то взращивали. Да, мечту о создании вот такой школы имени вашего отца Анатолия Рахлина. Итак, вам слово, Михаил. Добрый день, Роман. Добрый день, уважаемые зрители. Вот. Да, такая история, такая грандиозная, большая история. Наверное, последние годы жизни отца. Вот. Мы с ним много времени проводили вместе в перелетах, в самолетах, на сборах, потому что он был главным тренером женской сборной. Я тоже был старшим тренером. Вот. И такую мысль где-то он в сердцах мне один раз рассказал, что Миша, говорит, 50 лет работаю, более 50 лет работаю. Много ребят, много хороших ребят, спортсменов, просто людей, говорит. А дома своего нету. Дома своего нету. То есть стен нету, куда бы, где можно было бы собирать, где можно было бы собирать и ветеранов, и действующих спортсменов, и детей растеть, говорит. Дома нету. И вот это вот мне где-то в памяти осталось, что дома нет, да, такого дома. Не месяц дома, что квартира там или дача. И это у меня осталось в голове. И даже уже при его жизни мы начали ремонтировать тот спортивный клип, в котором мы и сейчас тренируемся, и сделали из него школу. Но потом случилось так, что эта школа набрала такой темп, что она не вмещала всех занимающихся. Нам не хватало места, нам не хватало залов, и надо было тренеров выращивать из своих воспитанников тоже. Им надо было давать работу. Вот. Это, наверное, первая была такая причина, что не было дома. Своего, да. Вторая причина. Я смотрел, я еще тогда не был ни организатором, ни административным работником, руководителем клуба, федерации. Я просто был рабочим тренером. Я смотрел, что в городе открывают, отдают залы под самбо, залы под вольную борьбу. А под дзюдо, чтобы проводить даже спортивные мероприятия, не было ничего. И вот совпали два момента, я обратился к нашим городским руководителям, говорю, давайте что-нибудь под дзюдо. Дайте нам какой-то объект под дзюдо, мы там будем жить, тренироваться, соревнования проводить. Ну, как-то мне выстроили перспективу долгую, я понял, что нет, так не получится. Вот. Ну и все. Я понял, что пока ты сам это не сделаешь, пока ты сам это не будешь пробивать, ходить, убеждать, ничего не получится. Вот. Истории этой, вот мы, наверное, надеюсь, в августе этого года, от начала учебного года эту школу откроем. Это 2004 год. А началась, наверное, эта история в году в 2014. Десять лет. Десять лет. Десять лет. Сначала мы искали участок, потом мы делали проект, потом все замирало, застревало, погибало. А потом я и в пять ходил. Ну, вот в итоге, в итоге, да, спустя десять лет постали строить школу. Стали строить школу. Ну, вот. Она оказалась достаточно большая. Я даже не поверил, что мы одним видом спорта можем вытащить такой большой грандиозный объект. Я сейчас могу сказать, что я ошибся. Мы видом спорта дзидо могли бы полностью этот объект заполнить. Потому что те темпы, которыми мы сейчас развиваемся, они, конечно, опередили мое мышление, мое сознание до того периода. Ну, я выбрал четыре вида спорта. Четыре ленинградских вида спорта, у которых есть история, традиции, у которых есть кадры, у которых есть перспектива. Вот. Это художественная гимнастика, это пылевая стрельба, это фехтование и дзидо. Конечно же, дзидо для меня наиболее важно. Под все виды спорта будут созданы условия. Ну, вот у нас там будет хорошее условие. И чтобы тренироваться. Тренировочный процесс был ежедневный, постоянный, в утро вечера. И чтобы проводить спортивные мероприятия, большой многоконциональный зал, трансформируемый и под тренировки, и под соревнования. Вот. Что еще могу сказать, добавить, чем горжусь? В этом же микрорайоне, в том, где будет эта школа, какие плюсы есть? Во-первых, он на границе с парком. Большой парк, где можно и, скажем так, на свежем воздухе тренироваться, и пробежки, и так далее, и так далее, и занятия делать. В этом же микрорайоне есть детский садик. Буквально там 300 метров доступности. Он в спортивной направленности. В этом же микрорайоне есть общеобразовательная школа, где мы уже много лет делаем школьное дзюдо, детское дзюдо. Мы там открыли секцию, делали залы. То есть, вот в этом микрорайоне будет инфраструктура по спорту. От детского садика до спорта высших достижений. Я думаю, что если бы я был бы родителем и жил бы в этом микрорайоне, я был бы безумно счастлив, что ребенка, условно говоря, с трех лет и до перспективы лет 30, если это талантливый профессиональный спортсмен, он в надежных руках, в хорошем месте, в нормальных условиях и развивается, и воспитывается, и добивается результатов. Так что очень комфортно, очень комфортно все может срастить. Я говорю, может, потому что еще все-таки пару месяцев осталось, что вот вкратце, вкратце, вот так вот, широкими мазками, та самая история. Ну и, конечно же, конечно же, все-таки нашим основателем, человеком, который дал и мне профессию, и жизнепрофессию, и кто основал это все, и брату моему, и идейным вдохновителем во многих моментах является отец, поэтому школу будет носить его, и вот то, что я хотел сказать. И он прожил в этом микрорайоне, в этом районе, в этом микрорайоне почти всю свою жизнь, поэтому это очень логично все легло. Мне, когда отца не стало, руководители и федеральные, и городские подходили с предложением, давай назовем в честь Рахлина улицу, в честь Рахлина парк, скверк. Я говорю, нет, самое правильное – создать дом и назвать дом спорта, и назвать в честь его этот дом спорта. И меня услышали, вот сегодня, у тебя большое количество лет, больше 10, мы приходим к этому. Ну, проделан, конечно же, большой такой путь, 10 лет – это немалый срок, у многих, наверное, возможно бы даже опустились руки, да, вот. Ну, понятно, что вашим мотиватором был отец, это закономерно, это увековечивание памяти отца, который не только вам лично и вашему брату дал, так сказать, путевку в жизнь, да, через спорт, но и также многим другим людям, да, вот вы уже сказали, много учеников и так далее, но все-таки вот вы сказали о руководстве города. Вообще, какие-то сложности по ходу всего процесса возникали, или все-таки само имя Анатолия Рахлин уже как-то, ну, руководителей города как-то, ну, они понимали, что здесь нужно только помогать, или все-таки были такие какие-то скептические взгляды, там, может и не надо, давайте, вот, вот, как вы сказали, скверик, и достаточно там, или что-то такое. Нет, конечно, сложности возникали, нет, скажем так, никто не мешал, и в плане руководства, в плане руководства района, города, конечно, никто не мешал, вот, в большинстве своем поддерживали эту историю, но все равно, пока ты своими ногами не пройдешь, пока ты своими руками не отнесешь, пока ты все это тысячекратно, многократно не пройдешь, ничего не свершится. любой, даже самый высокий уровень чиновник может дать добро, но он не будет для тебя это делать. Это безумная работа, а на средних уровнях, на низших уровнях там есть люди, которым это даже неинтересно во многом. Самая большая беда была, конечно, это все-таки регулярно проходят выборы местные, муниципальные, городские, законодательные, и всегда появляются оппозиционеры, которые с помощью фамилии Рахлин, с помощью фамилии Путин, потому что понимают, что это все привязывается, начинают набивать себе политические баллы, создают провокационные истории. И это было, это было, нас упрекали во многих вещах, говорили, что это будет фитнес-центр, это будет торговый центр, это все будет работать там на обогащение, на извлечение прибыли, что там будет гостиница. Никто, то есть не то, что никто, они сознательно нагнетают автономию, нагнетают людей, пенсионеров, там, или молодых людей, на то, что выходили на какие-то митинги, ну, не верили в то, что мы все делаем по закону, все делаем с точки зрения правил, норм, вот, и что это действительно будет государственная, бюджетная, детская, юношеская спортивная школа. Здесь будут работать ведущие ленинградские, петербургские специалисты, не верили в это. Поэтому приходилось терпеливо это доказывать, где-то молча, где-то терпеливо, где-то доказывать профессионально. В итоге, в итоге, я вам такую вещь скажу, что эти оппозиционеры спустя какое-то время, некоторые из них даже сейчас из страны убежали, вот, а те люди, которые даже сомневались, себя же возражали против строительства школы, приходят к нам на работу, устраиваются, мы хотим работать в этой школе. Ну, наверное, есть, есть, наверное, такие люди, которые как-то, может быть, скептически относятся, знаете, но не верят в такую, в масштабность такого проекта. Ну, такое бывает, наверное, люди зачастую так, может быть, просто не потому, что они не хотят, а просто они, наверное, просто сами не осознают вот как бы внутреннюю веру, что, а вообще такое возможно или нет. Вы абсолютно правы, Роман, да, у людей, видимо, наша предыдущая история, предыдущая жизнь доказывала то, что можно обмануть, забрать, отобрать и так далее. Я понимаю их, я понимаю их, вот, но мы были терпеливы, мы разъясняли, мы объясняли, мы делали свое дело. И вот сегодня мы уже на финишной прямой, и люди увидят, что это такое, на самом деле, для них, для детей, для нашего будущего поколения. Так что, самый главный результат, мы дадим результат. И я уверен, что, ну, не все, но большая часть, это люди сказали, молодцы. Вы уже озвучили, какие основные, ну, наверное, самые главные виды спорта будут развиваться в школе спорта имени Анатолия Рахлина. А какие задачи и цели вот перед школой будут поставлены или уже ставятся? Какая основная вот миссия такая центральная, может быть, этой всей школы? Ну, самая главная миссия, это здоровые, образованные, воспитанные наши дети. Вот самое главное, чтобы они были вовлечены в процесс, в спортивный процесс. А спорт, он же не только спорт, накачивание мышц, достижение результата, кто там быстрее побежит, дальше прыгнет, больше поднимет. Это же все-таки самое главное, это воспитание, воспитательная работа, воспитательная, образовательная работа. Дальше уже нужно делать людей с сильным духом, сильных волей, и только потом уже атлетизм и профессиональные качества. Вот такая вот цепочка. И все это можно на протяжении многих лет через спорт давать. Можно через спорт воспитывать, образовывать, делать людей победителями. Победители, чемпионы, это разные люди. Победители, это психология, это воля. Чемпионы все-таки это генетика немножко. Делать их, а дальше уже из них отбирать талантливых, способных, в честь которых будут подниматься и флаг нашей Родины, и гимны играть, и они будут гордиться и своим районам, и своей фамилией, и своим городом, и своей страной, и так далее. Вот, наверное, это будущее наше. Школа спорта, она построена в Санкт-Петербурге. Вы сказали, что, конечно же, основное внимание будет уделяться жителям Санкт-Петербурга. Но вот меня интересует, а вообще, как я уже говорил, имя Анатолия Рахлина, оно известно далеко за пределами Российской Федерации, но те, кто интересуется дзюдо, самбо, как обстоят дела и вообще вот перспектива такого, наверное, международного развития, перспектива того, что эта школа будет принимать и жителей других стран для того, чтобы обмениваться опытом какие-то мероприятия, крупные семинары, там, не знаю, конференции или что-то в таком духе. Потому что, как вы сказали, процесс образования и воспитания уже не строится только на «бери, бросай». Здесь же и конференции, какие-то научные сессии и еще что-то. И так далее. Я знаю, Анатолий Рахлин много ездил и самбо в Японию, обучался, исследовал все направления, что касаемо дзюдо, самбо и так далее. Как по этому вопросу? Да, очень интересный вопрос. Я его немножко в другую сторону веду, потом расскажу. Вот даже сейчас, сегодня уже школа еще не открылась, уже этим летом несколько семей из других регионов России перебираются в Петербург, меняют место жительства, хотят жить в этом микрорайоне, в этом квартале, я знаю этих, фамилии ничего не скажут, но родители, которые думают про будущее своих детей, готовы переехать в Петербург, поселиться рядом, тренироваться, учиться жить здесь, вот в этой, скажем так, в кластере спортивном. Несомненно, мы будем проводить мероприятия спортивные, несомненно, это будут мастер-классы ведущих не только спортсменов олимпийцев, но и современное такое слово лидеров общественного мира, лидеров спортивного мира. Не всегда, еще и не всегда чемпион, это убедитель, не всегда убедитель, это чемпион. То есть у нас уже есть планы по разным видам спорта, и по гимнастике, в том числе уже знаем, и по дзюдо, и вокруг меня, вокруг Петербурга много уважаемых людей, и ветераны есть. Мы планируем много спортивных мероприятий, направленных на популяризацию и видов спорта, да и вообще правильного образа жизни, правильного мышления. Да, это мы обязательно будем делать. Вот много было раньше, мы дружили с Японией, и отец очень много специалистов в Японии, Петербург приводил, в том числе и с Фирой, и Масилим неоднократно был в нашем клубе. К этому могу добавить только то, что каждый год бывало даже по два раза в год на протяжении многих лет, десятка, полтора, десятка лет ездили в Японию, в Такайский университет. С 19-го года мы там не были из-за пандемии, и вот 3-го июля команда клуба-то оба строителей, женская, а потом мужская, уезжают в Японию, мы едем в Такай, будем тренироваться снова. Мы восстанавливаем те связи, которые были у нас многолетние. Все-таки спортивная дипломатия существует, мы восстанавливаем спортивную дипломатию, так что... И вот я тоже 3-го июня улетаю в Токайский университет к нашим друзьям. Мы будем тренироваться, мы будем обмениваться опытом, мы будем налаживать древние связи. Мужская и женская команда нашего клуба. Это вот как раз пример того, о чем мы говорим. Это не единственный пример. Это не единственный пример. Да. Вы озвучили уже информацию о том, что это будет школа Олимпийского резерва, но вообще мне хотелось бы узнать, сама структура вот школы спорта имени Анатолия Рахлина, она, ну так скажем, подотчетная или вот ее финансирование имеется в виду, там это государственное будет учреждение или все-таки какое-то там может быть 50 на 50 финансирование и может общественная организация или федерация дзюдо Санкт-Петербурга. Как могу сказать, значит, это будет государственно-бюджетное учреждение школы Олимпийского резерва. Полностью 100% государственно-бюджетное учреждение. Вот. Поэтому как у меня происходит это в Петербурге? Я еще являюсь руководителем, президентом клуба дзюдо-рабостроителей. Это общественная организация, некоммерческая. она действует за счет благотворительности, привлеченных средств и так далее, и так далее. И вот этот клуб трубостроитель, он тоже один из старейших на всем полусоветском пространстве. Мы в этом году празднуем 55 лет. В 69-м году отец его основал. В 69-м году. 5 сентября 69-го года. Вот на этом месте, где я сейчас сижу, рядом Ленинградский металлический завод. Это советская система такая была. Простой заводской клуб. Отец пришел работать в этом году. В этом году празднуем 55 лет. Так вот, я возродил этот клуб, когда отца не стало. Он все время существовал, но я его немножко раскрутил современным. У них некрасивая слово. И вот этот клуб трубостроителей, он как бы шефствует, шефствует над школой дзюдо, над училищем Олимпийского резерва. И как бы я уже дополнительно понимаю, что, может быть, бюджетных денег не хватает, либо нужно чтобы дополнительное. Зарплата, ставка, стипендия, поездка, экипировка. Я уже могу распоряжаться в том числе средствами привлеченными. Ну, естественно, я своими попечителями отчитываюсь, куда мы их тратим. Так что такая система структура, которая помогает. Вот вы таки. Да. Да, и сейчас вот я уже начинаю выстраивать отношения с гимнастикой, с фехтованием, со всеми. На гимнастике мы тоже сейчас будем создавать такую же клуб художественной гимнастики. Сейчас название мы немножко будем. И он также будет шефствовать над отделением художественной гимнастики. Это очень правильная история, законная, правильная, понятная, прозрачная. Вот сейчас немножечко вернемся к видам спорта, которые будут развиваться. Вот эти направления вы сказали, что вы выбрали дополнительные направления помимо дзюдо, хотя сейчас понимаете, что, наверное, и одно дзюдо только может справиться, да, вот эта школа спорта только может справиться с дзюдо. Сама вот структура выбора этих видов спорта, вы сказали, что это очень тоже значимые направления спорта в Санкт-Петербурге. То есть вы как-то сами взаимодействуете с федерациями этих видов спорта, российскими или санкт-петербургскими. Как вообще будет происходить это взаимодействие? Да, на протяжении проектирования, даже во время проектирования, не говоря о про строительство, мы взаимодействовали с петербургскими федерациями, мы понимали, кто планирует здесь работать, какие у нас есть кадры. Конечно, тут еще, помимо того, что это успешные виды спорта и исторически значимые для Петербурга, важно было, что это почти все двуполые виды спорта, что и мальчики, и девочки могут заниматься. Это тоже очень важно при наборе. Даже в художественной гимнастике сейчас есть элементы акробатики мужской и тоже развивается это направление. Вот это второе было, значит, значимость, двуполые. А самое главное, понимаете, приводят родители ребенка. Эти виды спорта требуют разных физических качеств. Любой ребенок может найти себя в спорте. Кто-то кому-то нужен контакт, кто-то хочет соревноваться без контакта, кто-то от природы с генетически заложены суставы неподвижные, у кого-то суставы подвижные, кто-то психикоустойчивые, у кого-то подвижная психика. То есть, в принципе, тут многое совпало. Многое совпало. Я думаю, что практически каждый может найти себя. Может найти себя. Мне предлагали, давай, вольная борьба, греко-римская, самбо, цедо. И что бы из этого получилось. Это все одно и то же фактически. Примерно все одно и то же. А так, любой ребенок может идти и найти себя. Да, я с вами, кстати, соглашусь. Да, вы сделали такое немножко другой подход к выбору, наверное, видов деятельности с точки зрения ребенка, который приходит. Потому что, если бы это было просто центр единоборств, борьбы, то здесь, конечно, выбор был бы ограничен. Дата открытия школы уже как-то определена или еще все-таки есть какие-то подвижки? Ну, я надеюсь, какая-то уверенность есть, что мы в начале учебного года уже будем работать с 1 сентября. Возможно, торжественная его часть плюс-минус перенесется, потому что у нас 8 сентября выборы губернатора в Петербурге. Вот. Да, и поэтому я думаю, что какие-то эти коррекции могут быть связаны с нашим руководителем. Что-то можно, что-то нельзя, после, раньше. Это не принципиально, и я уверен, что мы где-то в конце августа, начале сентября сделаем торжественную часть. Может быть, 5 сентября к юбилею торгостроителя. Это бы вообще было бы идеально 5 сентября. Я буквально, может быть, несколько месяцев назад, даже не, зимой, в конце зимы был в Санкт-Петербурге, встречался с профессором Левицким и мы вместе с ним посетили клуб «Турбостроитель». Вас, к сожалению, мы не застали, но мы сделали небольшую экскурсию и я, конечно, увидел все, что вы, как вы говорите, ну, наверное, вы внесли, наверное, какую-то новую, современную вот такую энергетику в это все здание. я вот это все увидел, как все очень грамотно и, ну, так, знаете, с теплотой сделано. Спасибо. По-честному с теплотой, я говорю, потому что я тоже много клубов, где бывал, в разных клубах и вижу, что здесь относятся к делу и компетентно, и вот так вот, по-человечески так можно сказать. Что будет вот с этим местом? Что будет с этим местом после открытия вот такого большого здания, как школа спорта имени Анатолия Рахтовна? Что там будет происходить? Отец проработал в этом здании с 88-го года по 2013-й год. Буквально недавно мы увековечили эту историю, на этом здании появилась мемориальная доска. Два года вместе с правительством Санкт-Петербурга, выверяя каждый исторический факт, каждый документ, каждую дату мы шли к этому, теперь на этом здании мемориальная доска в честь Анатолия Рахтовна. Это тоже огромное дело было для меня и это все. Мы увековечили эту историю. Двигаться дальше нужно всегда. Здесь будет филиал, филиал спортивной школы. У нас много тренеров. Здесь она продолжит в том же режиме работать. Возможно, немножко мы ее, мы не ремонтировали сегодня, лет 12, небольшой ремонт делаем, кабинеты, залы, что-то. Но она продолжит работать, продолжит работать. У нас уже много тренеров, много спортсменов, нам не хватает места. Я думаю, все, она продолжит работать. У меня была мысль здесь сделать как бы ЦОП, Центр Олимпийской подготовки, для высшего спортивного мастера. а все детское перевезти в ту школу. Это территориально мы рядышком на машине ехать 4-5 минут. Это все очень рядом. Один район. Так что, вот такая история будет работать. Я вам более того скажу, у нас сейчас уже из экспертизы в этом году и в следующем году выходит продолжение нашей спортивной школы в курортном районе. и мы проектируем большую загородную базу круглогодичной подготовки. 12 гектаров, огромная база с проживанием, с обучением, с питанием, со всем-совсем. Тоже в курортном районе Санкт-Петербурга. Это такая, если я, хватит мне всего, нервов, жизни, терпения, здоровья. Это будет большая инфраструктура спорта в Петербурге, в Северодапоре. Мы движемся медленно, но мы движемся каждый день шаг вперед. Я там это, не знаю, я даже не представляю, как-то можно было сделать, но уже то, что сделала. Но, надеюсь, следующий шаг будет. Как вы думаете, вот, если так вот посмотреть, и, ну, может, такое и есть, вот, допустим, ваш отец смотрит на то, что вы делаете. Вообще, вот, как вы думаете, он был бы доволен, что вы сделали, или он всегда требовал постоянного совершенствования, или он мог бы вам сказать, Михаил, знаешь, вот здесь есть что-то, что надо доделать. Никогда он доволен не был, никогда. Никогда. Всегда находил что-то, где-то, чего-то. Но, при этом, с самыми близкими людьми, я знаю, их не так много, но самые близкие люди, он несколько раз говорил, и они мне передавали, что Миша молодец. Бывал он такой. Хотя, конечно, всегда что-то, 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 где-то, как-то все. Он максималист, был всегда до последних секунд своей жизни требовательный был, все время искал что-то, что-то, что-то еще. Вот, но мне достаточно было того, что от двух людей, там, трех жизней, я слышал, что они мне говорили, что он им говорил, что Миша молодец. Это было достаточно. Я знал. Так. Хотел еще... Одну добавлю вещь. Это повернусь к предыдущим вопросам. Это школа Олимпийского резерва, та, которая уже будет в сентябре открыта, вместе с тем, что есть. 35 комплектов олимпийских медалей может готовить спортсменов. Это еще один такой прагматичный расчет. Помимо всех тех, которых я вам рассказал. Ваш брат, судья олимпийской категории, Евгений Рахлин, он, принимал ли он участие, ну, понятно, что, может быть, не в такой степени, как вы, но вообще его участие в этом проекте. И вообще будет ли там, допустим, проводиться какие-то, я знаю, что он проводит постоянно судейские семинары и так далее, вот в этом что-то направление. Несомненно, Евгений всегда рядом, он всегда принимает участие во всем, но немножко по-другому. Он принимает участие во всем, что происходит. Тем, что он в дзюдо, тем, что он развивает свое направление, то, что он один из лучших в своем направлении. Да, вот это, наверное, его самый большой план. Все-таки такая административная, общественная работа, это моя работа, по-моему тренерской, по-моему спортивной. Но он тем, что он правильно развивает свое дзюдо, правильно направление, это огромный плат. Это уже очень много. Вы абсолютно справедливо сказали, у нас множество петербургских семинаров, у нас множество всероссийских семинаров. Мы первые, кто стали в таком объеме проводить. Мы первые, это благодаря Евгению, он меня убедил, провели семинар IGF в Петербурге, в России, в Петербурге. Так что мы берем, мы ищем возможности, мы ищем пути развития, мы ищем пути движения вперед. Никого, о чем не просим, все делаем собственными силами, ресурсами. И получается, мы дарим это дзюдо. Дарим это дзюдо, дарим это людям безвозмездно. Такая история. Еще раз повторюсь, самый большой его вклад в эту историю, то, что он вместе со мной, то, что он рядом, потому что он свою часть работы делает лучше других. Хотелось бы от вас услышать какие-то слова, которые могли бы, ну вот знаете, люди, допустим, в регионах Российской Федерации, они тоже, я уверен, есть немало людей инициативных, которые хотят что-то создавать, развивать. Вот что бы вы могли им сказать, какие-то дать вот такие напутствия со своим опытом уже, то, что вы создали в Санкт-Петербурге, чтобы им это придало сил, допустим, создавать что-то подобное, но может быть не в таких крупных объемах, в своих регионах. Что бы вы им сказали, что они должны в себе, как бы вот, не знаю, что у них должно загореться. Я могу одной фразой, наверное, сказать. Да, она, к сожалению, сегодня такая, ой, люби дзюдо в себе, а не себя дзюдо. Вот если ты свое дзюдо в себе нашел, свое единоборство, свое, ты нашел свой путь, свой путь, да, он же есть дель за путь, там, цель, результат, да, все, нашел свой путь. Вот. Идти, и все получится. Да, может быть, это вот, как мы говорили тоже, есть чемпионы, есть победители, да. Мы воспитываем победителей, чемпионом станет не каждый. Но победителей надо воспитывать. Дух победителя, это психология победителя. Вот. Это гораздо важнее, чем сделать чемпиона. Чемпионом, уже, ну, другие должны быть качества. Поэтому, если человек нашел в себе свое дзюдо, и нашел свой путь, надо просто двигаться, и все. Вот. Ну, и немаловажно, конечно, это и спортсмены должны понимать, и тренеры должны понимать, и вообще люди вокруг должны понимать. Для того, чтобы сделать хотя бы одно небольшое дело, все-таки нужна команда. Конечно, роль личности в истории никто не отменяет, что человек должен быть, идти, несмотря ни на что. Как, что такое успех, да, что такое успех. Мне очень нравится эта история, я как раз сейчас в нем пребываю, в состоянии успеха, да. Это путь от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Нет, это интересно. Поэтому будет много неприятностей, будет и личных неприятностей, и общественных, и профессиональных неприятностей. Нашел, иди, иди просто. Будь счастлив, люди этого не переживут. И ты будешь счастлив. Это так, я немножко в сторону скажу так, лично и добавил счет. Вот. Так что в себе найди свое дзюдо, выбери свой путь, иди, и не отвлекайся ни на что. Будь готов к неприятностям, все получится. Не то, что все получится, получится то, что ты задумал. Все не получится, что ты не получится. Но это тяжело, это тяжело. Находи людей рядом с собой, команду людей, команду тех людей, которые готовы. Таких, как ты, не будет никогда, но хотя бы те, которые готовы быть. Мы сейчас, даже у меня есть ребята, такие хорошие, известные ребята, которые окружают меня. Аю Блиев, это Инал Тасоев, это Армана Дамянов, это там, Хасан Фалмургай, и многие другие, там, Глафира Борисова, Ваня Черныш, Армен Агаян, там, боюсь, кого-то не перечислить, и обидеться, ребят. И было много талантливых, способных ребят. Вот. Я им всегда говорю, ребят, невозможно ничего сделать спортсмена, одному тренингу. Мы все вокруг вас, целая команда там, мы все работаем на то, чтобы у вас что-то получилось. Но не забудьте, когда вы дойдете, и какое-нибудь время пройдет, хотя бы простое человеческое слово спасибо. Ничего больше этим людям не надо. Спасибо. И мы с большей энергией, с большими усилиями опять будем работать, чтобы у вас было успешно. Вот немножко широко, но ответил на ваш вопрос. Михаил, спасибо вам за откровенный, открытый разговор. Я надеюсь, что те, кто посмотрит наше интервью в записи, что-то для себя новое подчеркнут и о вас, как о личности, и о вашем отце, и о брате, и вообще вот о тех вещах, о чем мы сегодня говорили. Потому что, на самом деле, вы правы, что необходимо двигаться вперед. Я с вами согласен. И команда, и люди, которые окружают, и то, что вы делаете, вы, в принципе, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге, и вот создание такой школы, имя человека, который внес ощутимый вклад в развитие спорта в Санкт-Петербурге, и спроецировал на весь мир, как бы своим трудом показывая, что через труд можно прийти к определенным результатам и достижениям мечты. Я вас благодарю и желаю вам дальнейших, как говорится, новых мечт, совершения этих мечт и реализации всего задуманного. Спасибо вам. Спасибо. Могу последнее управлять? Я когда был тренером, спортсменом, когда я был тренером, мне казалось, что дзюдо – это победа в поединке. Дзюдо гораздо больше, чем просто соревнования, чем просто победа и чемпионаты. И любой человек в дзюдо может себя найти. Любых физических качеств, любых каких-то там профессиональных. Дзюдо гораздо больше. Это целая инфраструктура, целая индустрия, целая жизнь. Это и все, что вокруг спорта, это и в спорте, и внутри, и все. Поэтому я уверен, что каждый человек может найти себя отсюда. Спасибо вам. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok